привет друзья приветствую вас у себя на канале меня зовут алексей стомин и мы с вами сегодня начинаем экспериментальную рубрику дорога на high stakes меня вдохновил один англоязычный блогер у которого я собственно говоря увидел эту идею и она меня очень сильно откликнулась я в свое время играл на высокие ставки и в какой-то момент мне пришлось спуститься на лимиты ниже в силу разных обстоятельств не будем всех перечислять но основным было наверное очень сильное падение рынка и одновременный down swing я уже пару лет играю на средних лимитах в кэше а данный момент играю стал и 25 санте и выходным играю турниры но когда я увидел его выпуске подумал черт возьми я ведь тоже хочу вернуться назад на high stakes так что этот выпуск можно считать точкой отчета я подумал что будет круто заявить во первых о своем желании чтобы я о нем помню вы о нем знали вселенная черт возьми меня услышал я ведь на бали где еще не исполняться мечтам как здесь напомню что свою прекрасную жену я повстречал именно на этом волшебном острове и целом он такой очень благоприятный для загадывания и исполнения желаний ну и с точки зрения того трекать прогресс вести какой-то электронный журнал в современном мире уже руки мы пишем только что-то для себя дай бог свои заметки а в интернете это видео формат и он мне нравится мне он заходит будем разноображивать таким образом контент на моем канале в общем без лишних слов давайте определимся что я вам буду здесь показывать и приступим к делу значит я буду с вами делиться результатами на данный момент даст прошедшей неделе я буду вам показывать самые интересные раздачи которые мы наиграли допустим возьмем одну раздачу из мтт одну раздачу кэша на моих лимитах и одну раздачу из прошлого с high stakes будет интересно вообще что этом наигрывал ну и буду делиться своими мыслями как бы я сыграл сейчас как я думаю можно было сыграть моменте возможно даже будем приглашать каких-то экспертов и узнавать их мнение может быть кому-то из ребят профиков будет интересно поучаствовать посмотрим в общем я думаю это все для начала погнали если будут какие-то предложения или уже есть пишите сразу же в комментарии всегда важна ваша обратная связь без лишних слов попкорн и погнали ну и давайте разбираться что мы с вами сегодня будем смотреть первая раздача будет high stakes против одного из сильнейших игроков тех и нынешних времен таиста джанитер ханитер не знаю как это правильно эстонский спортсмен она будет называться железные я вторая раздача будет из нынешней мтт сессии против японского спортсмена и давайте назовем ее на американский манер all you can it и последний последний спот это с настоящих лимитов в кэш игре и пусть она будет называться предательский ривер давайте посмотрим как это было начнем с самого интересного это с раздачи с высоких лимитов она была сыграна в 20 декабря двадцать первого года это был тот первый год когда я решил попробовать себя на хокстейкс и довольно таки удачно выступал первое время в общем здесь у нас хедлайнер вечеринки gsld он собственно говоря будет одним из участников этой раздачи он открывается с 1 мин рейзом и у меня тут 10 разные на избе я думаю что это обязательный в пип но при этом для 3 бета все-таки слабовата рука против ранней мне очень комфортно будет играть поэтому я думаю кол в полном порядке в этом сценарии у нас присутствует кол на избе попадаем в шикарнейший борт у нас есть туз крестей на доске 10 6 3 с крестовым флэш дро я решаю сразу залидить пол потом мне очень нравится этот розыгрыш во первых мне нравится лид с точки зрения того что мы не хотим сценарий чек 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 и дать возможность каким-то оверкартам нас бесплатно перекупить или просто поймать дро для таиста за дешево будет для нас катастрофой плюс мы сразу хотим собирать деньги с любителя тем более у него 50 бб на начало раздачи и нам очень легко выставиться на этом флопе то есть для нас в идеале выбить таиста и остаться наедине с любителем но при этом и у и против таиста мы отлично выступаем единственный нюанс что он скорее всего сильнее игрок на данный момент так точно чем мы в общем как раз таки а таиста мы получаем кол любитель выбрасывает открывается терн восьмерку бубей я думаю что бетать будет хорошо еще раз но и чек тоже в порядке то есть по сути закрылся стрит на 9 7 он у него может быть полным весом и плюс как бы в целом довольно таки много дров на флопе было и у нас не такая же сильная рука чтобы бетать с ней черный ривер плюс по риверу часто доска испортится в общем я думаю что бы эту кей но конкретно против таиста и может быть своим чуть более тайт ивым имиджем я выбрал чек в игре и мне тоже нравится это решение потому что таким образом мы даем возможность таистом здесь что-то придумать как мы все знаем он способный я думаю на тот момент я уже это тоже знал поэтому я сыграл чек и таиста незамедлительно поставил два банка потёрну таиста не ставит скорее всего два банка с какими-то комбо дровами он не хочет тут наверное какой-то комбо дро играть бет колл поэтому у него скорее всего довольно таки полярный рейндж и против полярного рейнджа мы здесь наш эту парой хотим просто чеколить хоть и доска выглядит максимально страшно и ставка конечно его тоже выглядит максимально страшно но я думаю я в игре понимал что я делаю что это таиста и мы проявили слабость мы как бы развязали ему руки в этой раздаче и все что ему остается это спускать крючок по риверу приходит интересная карта король крестей до закрылся вроде бы флэш но у нас есть ключевой блокер на нацевый флэш руке он как бы на самом деле не то чтобы супер релевантны в этой раздаче потому что утаиста не так много нацевых флэшей он бы часто туз 5 плюс сьют сквизил бы в этой ситуации после моего кола sb и рейзы из ранее от любителя но при этом все еще есть у него руки типа тут 2 туз 3 туз 4 туз 6 туз 7 возможно с которыми он так мог сыграть есть комбинации с над нацевые флэшей круто ему что мы их блочим по сути он сейчас изображает строго доехавшие какие-то комбо дрова по риверу но как я и сказал мне кажется мы отчасти спровоцировали нашим розыгрышем таиста на блеф и я после мучительных раздумий я надеюсь заколирую его давайте посмотрим алекс камон алекс не подведи братишка то здесь time bank в реальном времени just one time 7-5 да то есть таиста протащил на флопе гатшотик потерну у него двухсторонка он поставил с ней очень агрессивно два банка и по риверу запихал алым без крестей кстати довольно таки лузобата но можно представить что утаиста здесь и 45 на флопе и 42 сьют и какие-то не знаю возможно бакдорные валет 7 бубями что-то типа такого может быть поэтому думаю что он тут легко может переблифовывать и я очень доволен этой раздачей она на такая динамически правильная и стратегически правильно респект алекс разгон дальше разбавим нашу кэш историю с потиком из мтт значит я здесь стримил в воскресенье на каналах покерок запись стрима можно будет найти на твиче покерок офисе офишу играем сателлицы полторы тысячи в джи миллион с один из самых дорогих турниров моей загрузки и у меня 25 блайндов на начало раздачи туз 4 одномастные смп хочется открыться нового японский спортсмен часто его вижу в хай роллер ских турнирах честно говоря с ним особо не пересекался но определенно компетентный но думаю здесь мы можем ставить рейндж на этом борде в этих позах поэтому да и моя рука в принципе хочет ставить в эту треть и получаю call выходит не самый приятный терн думаю что ставить второй раз не хотим наша рука довольно таки ослабла сейчас и уязвима к чекрейзом оппонент может тут находить блефовые чекрейзы легко тут как-то так руки типа 78 с пикой не сложно по чекрейзить в общем приходим на ливер приходит еще одна отвратительная карта это десятка пик и вроде бы шансов выиграть этот банк кажется что нет и это я кстати говорю во время игры что у меня теперь просто шансов выгрозит раздачу нету только если рейзить и тут меня осеняет черт возьми это будет неплохой игрой мой оппонент тут по любому бы это любую пику за такой сайт и ему даже с дамой пике и будет не просто на мой пуш не говоря уже о том что там полно пик хуже стрит флеша вроде бы нет надо присмотреться поэтому у меня отличный кандидат не так много рук слабее приходит по такой линии на ривер я легко так могу разыграть руку типа тут король с королем пикей или же какой-то король валет королем пикей возможно король 10 королем пикей могу так иногда сыграть чтобы не быть коллик терн поэтому в целом у меня все еще могут за слово плейные флеши стерна что не так часто но наверное самая репрезентативная из моего ранжа это туз король с королем пикей эти это комбо часто будет так играть и возможно даже я тут могу пушить туз там у с дамой пике и потому что мой оппонент час еще поставит король хай флеш за крупный сайт поэтому я решаю в игре спустить крючок говорю что это неплохая идея да мне нравится мне нравится этот розыгрыш понятное дело что мне он еще нравится потому что шунжи руки то но как мы видим он довольно быстро сдался а если он быстро сдался то это значит что у него или был вообще очень тонкий волюбе с каким-то стритом что тоже может быть или же был совсем маленький флеш и с ним он быстро расстается что еще один плюс к нашему розыгрышу как вам вообще этот пуш с каким бы флешом вы коллировали на месте японского спортсмена на майлы на ривере пишите в комментариях и погнали дальше ну и дальше раздача с наших земных мирских лимитов только что мы играем сейчас это стало и 25 с ант2 но обратить внимание что в центре 25 долларов то есть это можно приравнять к лимиту 16 20 16 8 да то есть но на самом деле тоже довольно таки дорогая игра в общем у меня дам валет одномастные несколько любителей за столом один из них будет принимать участие в раздаче играю рейс и получаю колл от тайтового любителя таск макс томми и тоже любитель играет колл и шримпи это сильный рек на бата не играет колл выходим на борт король 10 2 радуга у меня стрит-дро и бэкдор флэш-дро отличное попадание я думаю что мы тут спокойно можем ставить в эту толпу потому что у нас чаще всего преимущество по сильным комбинациям ну преимущество по диапазону это понятно что мы открылись первые нас никто не требовал но у нас могут быть даже король 10 разномастные не только короли и десятки думаю что мы легко можем бетать в эту с нашим equity и с нашим преимуществом по рейнджу во всю эту толпу плюс хотим как бы чтобы люди повыбрасывали какое-то equity для нас это выгодно не остаться в итоге heads up потерну ловим шикарную карту девятка который закрывает наш стрит еще и открывает бакдорная флэш-дро даже не знаю зачем мне столько счастья было бы просто достаточно девятки пик например но так тоже окей здесь на самом деле можно как бы ты так и чекать я решил сыграть от чека потому что как будто бы девятка чуть больше подошла моим оппонентам да все таки они коллируют флоп и у них чаще какие-то не готовые руки и девятка очевидно усилила диапазон dro диапазон до плюс какие-то 10 9 доехали король 9 в общем решаю сыграть чек как бы я вынужден был играть сака или с тузами таск макс бэтит в нас двоих шримпи каким-то образом находит по сне я не знаю что у него было может быть какие-то выгдоры которые он тащил на флопе потому что очень сложно представить диапазон который протягивает флоп и по такому терну сдается на такой мелкий сайт ну у нас легкий чекрейс причем я думаю что экономить сильно не стоит напротив нас любитель у него очевидно что то есть мы хотим носить деньги банк я поставил что-то в районе 5x мне кажется можно даже крупнее идти что-то в районе 190 быстрый кол получаем мгновенно я бы сказал бы ревер не самая хорошая карта валера который теперь наш над превратил во второй нации плюс нам теперь сложнее получить оплату с каких-то сильных рук потому что но очевидно когда 4 стрит на доске люди неохотно платят с однопарными или даже с двухпарными руками поэтому думаю что нужно переоценить ситуацию и скорее всего играть за мелкий сайт потому что мы таргетим сейчас какие-то однопарные двухпарные руки у нас может быть в теории мисснутая флэш-дро по такому розыгрышу но при этом я не жду что у моего оппонента часто туздама в этом розыгрыше все-таки он заколил на при флопе просто колл сыграл они 3-бет возможно да протащил флоп окей но потерну как будто бы туздама редко ставит в двоих такой донбет и не снэп калирует чек рейс что он заколировал snap turn стуздам и как будто вы нужно немножко подумать у него не может быть туздама с ваш дроп потому что дамы червовые у меня соответственно я ставлю блок бет надежде собирать его слабого диапазона и при этом иногда спровоцировать его на блеф кто знает может быть он что-то тут придумает и решит меня выдавить из банка из-за мелкой ставки в общем мой оппонент после небольших раздумий ставит алын и ну как я и сказал то есть я тут не был не намерен выбрасывать туздамы там практически никто нет в моих глазах чаще всего сплит иногда может быть блеф поэтому я довольно таки быстро заплатил но task max оказался не так-то просто и показал мне туздаму в бей сыграны вот таким вот хитрым образом я не знаю какой у него было чутье потёрнул каким вас как с той скоростью с которой он заплатил терн стуздам и он очевидно знал что на ревере придет валет и он у меня заберется так респект ему ну а вот такой вот неприятный неприятная раздача произошла с нами на прошлой неделе спасибо друзья что досмотрели до этого момента оставляйте ваш комментарий по поводу увиденного как вам формат как вам раздачи какая больше всех запомнилась ну и поскольку у меня все еще валяются битки не разыграны из прошлых роликов потому что мы с вами не дожали лайков то давайте вы просто поставите лайк этому видео напишите крутой комментарий я выберу 10-20 комментариев которые мне больше всего понравится и насыплю вам каждому по 10 баксов покер битках это 1000 покер битков вы сможете отобраться в самый крутой турнир этого года можно сказать просто это будет первая битва покерок за 150 долларов она будет в первую субботу следующего месяца готовьтесь и у вас есть сейчас как раз отличный шанс начать нее отбираться в общем пишите вашу обратную связь подписывайтесь телегу там будут объявлены победители и вы узнаете все подробности розыгрыша я вас благодарю за просмотр спасибо хороший вам не дели всех обнял пока